Познакомиться с разнообразием культур, национальностей и языков России и нашего округа смогли юные ныринмарцы. В кадаце Арктика представители пяти народов рассказали и показали подрастающему поколению о своей культуре и малой родине. Праздник приурочен к Международному дню родного языка. Он провозглашен 16 лет назад Организацией Объединенных Наций. Русский, ненецкий, коми, украинский и татарский – такие разные, но все они родные для десятков жителей округа. Познакомиться с разнообразием культур и языков смогли дошколята и учащиеся начальных классов города. Изучение прошло через игры, например, татарскую кемпиде и украинскую яичко. Мне нравится, как мы играем. Какая игра, где яичко переносим и там говорить какие-то слова. Также юные ныринмарцы научились здороваться на разных языках и смогли познакомиться с национальными костюмами. В нашем регионе создано около десятка клубов землячеств. Главная цель таких обществ – сохранение своей национальной культуры вдалеке от родины, а также обучение подрастающего поколения традициям, обычаям и, конечно же, языку. У нас Россия многонациональная, так же, как и наш округ. В нем живут очень много людей разных национальностей, и многие говорят на своих языках. Но сейчас-то проблема ведь еще стоит в том, что многие языки исчезают. Язык – вообще мостик для общения, для восприятия любой другой культуры. Без языка все мертво. Посмотрите на космос. Он пустой, а у нас многоязычная планета. И хочется понять, о чем думают, о чем поют люди, что они хотят донести своим языком, своей культурой. Окунуться в мир разнообразия языковой культуры смогли несколько десятков юных жителей Заполярья. А некоторые решили обязательно изучать свой национальный язык, на котором говорили их деды и прадеды.